Сегодня рассмотрим физический уровень. Собственно наша лекция будет состоять из нескольких частей. Мы рассмотрим сначала среду передачи, все с ней связано, то есть активное сетевое оборудование, кабельная подсистема. Потом кратко рассмотрим разновидностей технологий Ethernet, которые сейчас применяются и в конце модуляцию и кодирование сигналов. Тут по прошлой лекции вы должны помнить, что собственно физический уровень в рамках модели ISO оси рассматривает только модуляцию сигналов и кодирование сигналов, то есть представление битов, представление сигналов, а среду передачи и оборудование он не рассматривает. Фактически вся среда передачи у нас идет в рамках стандарта IEEE 802, то есть который описывает Ethernet, Wi-Fi и т.д. и т.п. Опять вспомним определение физического уровня модели ISO оси. Среду мы из физического уровня выкидываем, она опускается ниже. Среда передачи информации у нас очень важная вещь, но при этом если мы жестко подходим в рамках модели ISO оси, то мы среду исключаем из этой модели. Но в практических задачах среда обязательно нужна, поэтому она рассматривается, но уже за рамками модели ISO оси. Какая среда передачи? Ну, в первую очередь это кабельная система, коаксиальный кабель. Коаксиальный кабель это то, что у вас, если дома осталась антенна у вас, то антенна, антенный кабель является коаксиальным кабелем. Коаксиальный, то есть аксиально находятся все структурные днице данного кабеля. Внутри идет жила, которая может состоять из низких проводков, потом идет изолятор, экран, оплетка, опять изолятор и так далее. Данный вид кабеля был широко распространен во времена 10 мегабитного Ethernet. Остались у нас толстый коаксиальный кабель и тонкий коаксиальный кабель. На данный момент эта технология для передачи сигналов Ethernet практически не применяется, но она одно время применялась для кабельного телевидения, но и кабельное телевидение сейчас переходит на витую пару. Витая пара экранированная, не экранированная. Тут нужно понимать следующее, как коаксиальный кабель очень защищенный, защищает среду передачи, так и экранированная витая пара очень хорошо защищает среду передачи. Тут борьба идет между дорогим и дешевым оборудованием и возможности делать передачу так, чтобы элиминировать, ликвидировать разные внешние помехи. Таким образом, если раньше, например, в технологиях токены линк использовалась только экранированная витая пара Shielded Twisted Pair, то в технологии Ethernet у нас остается только UTP Unshielded Twisted Pair, не экранированная витая пара. Ну и соответственно экранированная витая пара имеет несколько разновидностей STP Shielded Twisted Pair, это то, что у нас использовалась в технологии Token Ring. Витая пара может быть фольгированная, это менее защищенная, иногда она встречается, обычно данный кабель используется для прокладки в каких-то суровых условиях, например, как наружный кабель. И Screened Twisted Pair это тоже вариант экранированной витой пары. Ещё раз скажу, что дешевле использовать разные схемы борьбы с шумом, шумоподавления, чем использовать экранированную витую пару. Итак, не экранированная витая пара фактически в этой категории победила. Оптоволокно. Одномодовое, многомодовое. Одномодовое волокно очень хорошее было, намного лучше многомодового. Недостаток следующий. Одномодовое лазер очень дорогой был, поэтому общая стоимость оборудования одномодовое намного превышала многомодовое, поэтому в рамках локальных сетей в 90-е и начале 2000-х годов использовался именно многомодовый кабель. Но сейчас одномодовый кабель и одномодовые лазеры в цене понизились. Таким образом, сейчас идёт дрейф замены многомодового волокна на одномодовый. Многомодовое волокно делали дешевле тем, что заменяли стекло внутри на пластик. Соответственно, качество понижалось, но пластиковое многомодовое волокно было много дешевле. Ну, эфир, то, что сейчас модно, без проводов передача. Ещё бы в духе Теслы мы бы электричество передавали без проводов с хорошим КПД. Ну, для вас это, конечно, сотовая связь, плюс Wi-Fi, плюс Bluetooth. Это разного уровня связи. Ну, естественно, спутниковая связь и радиоприёмники. Ну, наверное, сейчас мало кто слушает радиоприёмники, но они имеют достаточно широкое применение. Передача сигнала. Естественно, передача сигнала испытывает очень много проблем. Это, в первую очередь, разные помехи и шумы. Особенно это хорошо видно при радиопередаче, поскольку радиоэфир и раньше-то был не слишком чистым. А сейчас, когда в каждом доме, в каждой квартире по точке доступа стоит, радиоэфир просто похож на густой бульон. Очень шумный радиоэфир. Соответственно, снижается скорость передачи, поскольку нужно компенсировать эти помехи и шумы. Скорость передачи данных. Со скоростью передачи данных у нас большая проблема, потому что Эйнштейн придумал частную теорию относительности, где ограничил скорость передачи сигнала скоростью света, поэтому всякий сигнал передаётся не выше скорости света. Ширина полосы пропускания задаётся в герцах. Это, собственно, сколько мы можем выделить ресурса для передачи сигнала. И, соответственно, эту ширину полосы пропускания, то есть некое физическое ограничение, мы потом, учитывая кодирование, учитывая модуляцию, можем перевести в конкретные единицы скорости передачи данных, то есть в пропускную способность канала. Пропускная способность канала – это максимальная возможная скорость. Следует учитывать, что эта максимальная возможная скорость вряд ли когда-нибудь может быть достигнута. Тут проблемы не только в среде передачи данных, но и в технологии передачи данных. Например, Ethernet, как будет рассмотрено позже, использует конкурентный доступ к одной среде передачи данных. Соответственно, оптимальная загрузка Ethernet не должна превышать где-нибудь 70%. То есть мы никогда не получим максимальную. Ну и это хорошо видно по Wi-Fi, где написано, что вы должны получить, скажем, полтора гигабита, но у вас качается со скоростью несколько килобайт в секунду. То есть радикальная разница. Ну и уровень ошибок. Каждый канал подвержен ошибкам. И мы должны учитывать эти ошибки. Соответственно, если у нас канал очень подвержен ошибкам, то мы должны использовать протоколы с повышенной избыточностью и корректировкой ошибок. Коаксиальный кабель. Вот у нас картинка коаксиального кабеля. Как видите, внутри идет медный провод, который, еще раз я скажу, может состоять не из одной жилы, а из набора жил. Внутренняя изоляция, оплетка и внешняя изоляция. Коаксиальный, то есть параллельно оси идут все оболочки, идут все элементы этого кабеля. Где такой кабель сейчас остался? Я думаю, этот кабель интенсивно применяется при прокладке длинных... длинных линий связи, например, трансатлантический кабель, онкоаксиальный кабель. Соответственно, никто не будет пускать для такой связи одиночный кабель. Используется целый пучок таких кабелей. И вот у нас вариант кабеля. Это у нас тонкий Ethernet, так называемые байонетные коннекторы. А вы их видели, например, в профессиональной звуковой аппаратуре, если когда-нибудь сталкивались. Тут очень интересная вещь. Чем более примитивная технология, чем она более дорогая, тем используются более дорогие, более надежные, более хорошие решения. Вот байонетный коннектор это очень дорогая вещь. И чем технология более развита, тем она становится более дешевая. И все дорогие вещи вымываются. Коаксиальный кабель заменяется витой парой, которая намного дешевле коаксиального кабеля. Байонетные коннекторы заменяются РЖ-коннекторами. Витая пара. Ну, для сети Ethernet используется восьмижильная витая пара. Естественно, для подсоединения точка-точка одного хоста эту восьмижильную используют. И при недорогих протяжках ее же используют. Но при использовании в рамках СКС используют большие пучки, ну, скажем, по 25, 50, 100 и больше пар. Это вот такой большой пучок кабелев, который служит для соединения коммутационных или серверных комнат. Соответственно, в зависимости от того, какую ширину пропускания, частотный диапазон выдерживает кабель, у него есть категории для стандартизации. Таким образом, для разных технологий используют разные категории витой пары. Естественно, все категории определяются стандартом. Вот у нас вариант витой пары. Почему она, собственно, и называется витой? У нас каждые два проводка перевиты между собой. Это делается для того, чтобы экранировать внешнее воздействие. То есть, вот таким образом, перелитые пары, они гасят внешнее негативное воздействие. Вот у нас классификация витой пары. Нужно заметить, что для Ethernet используется третья-пятая категории витой пары. Первая категория витой пары – это лапша для телефонов. Но сейчас ее тоже редко тянут обычно Ethernet-овскую. Как мы дальше будем рассматривать СКС, структурированную кабельную систему. И в рамках этого следует заметить, что витая проводка становится капитальным вложением. Она закладывается даже не на годы, а на десятки лет. 20-30 лет она должна выдерживать. Соответственно, стандарт должен рассчитан быть именно на такой срок. В результате у нас есть, как видите, седьмая-шестая категории витой пары. Но поскольку основная часть проводки была сделана категорией 5 и небольшое улучшение 5Е, то гигабитный Ethernet и даже 100 гигабитный Ethernet пытаются построить так, чтобы можно было передать его не только по шестой-седьмой паре, но и по пятой категории. В результате пятая категория вроде бы промежуточная, но при этом ее закладка совпала с временем наибольшего распространения локальных сетей. Поэтому это самая распространенная категория витой пары, и все современные стандарты учитывают и ее. Категория витой пары третья, которая использовалась для 10-мегабитного Ethernet, она мало распространена, потому что, еще раз скажем, что тогда было удобнее Ethernet делать на коаксиальном кабеле, и в результате в России, по крайней мере, она так и не попала в СКС. Оптоволокно строится тоже по коаксиальному принципу. Собственно, передача идет по центральному волокну. Все остальное используется, стеклянная оболочка у центрального волокна, для того, чтобы управлять отражающими свойствами внутреннего центрального волокна, и внешняя пластиковая оболочка для защиты оптоволокна. С оптоволокном, конечно, много больше проблем, чем святой парой или коаксиалом. Нужно достаточно дорогостоящее оборудование для сварки этого полотна. Там нельзя просто обжать. И опыт пользования этого оборудования. Так что, если вы дома захотите проложить себе оптоволокно, то вам придется или обратиться в специальную фирму, или у вас ничего не получится. Оптоволокно у нас многомодовое, одномодовое. В одномодовом гонится одномода. Одномода, по-русски, одна частота. Соответственно, лазер с одной частотой. Чем хорош? Лазер с одной частотой движется практически по оси. Спокойно проходит. Более дешевое оптоволокно, однородное. Меньше помех. Многомодовое волокно. Более дешевый лазер. Но он выдает не одну частоту, а некий набор частот. Соответственно, у нас оптоволокно должно иметь разный коэффициент преломления. В зависимости от радиальной составляющей оптоволокно может быть с границей, где преломляются, ну и диссипирует волна, конечно, от преломления. И более щадящий режим, когда оптоволокно градиентное, то есть у нас не резкая граница, а постепенно изменяется коэффициент преломления в зависимости от радиуса, тогда у нас более плавно идут световые лучи. Ну и у нас таблица сравнения одномодовых-многомодовых. Ну, все, что вам надо знать, одномодовые лучше, чем многомодовые. И когда вы будете рассматривать систему, нельзя рассматривать отдельно волокно, отдельно карточки, вам нужно рассматривать все в комплексе, то есть сколько будет стоить и как работать именно комплекс. Спасибо.